Так, ребят, проходим, все ручки моем, слушаем и строим. Культура питания начинается с чистых рук. После обязательной процедуры юные ученые отправляются восполнять силы, необходимые для новых открытий и решения различных задач. У нас 5 уроков в день. После третьего урока на перемене нас кормят. Дома я завтракаю обычно, но иногда все равно прихожу голодный. И в школе здесь я наедаюсь, и мне хватает той энергии на оставшиеся уроки, на оставшийся день иногда даже. Питание очень хорошее, всегда все теплое, очень приятно всегда теплое есть, а не холодное. Питание разнообразное. Иногда бывает, что дают джем с хлебом, это очень вкусно тоже. Здоровье растущих непосед напрямую зависит от качества их ежедневного рациона. Прежде чем юные умы смогли приступить к трапезе, организацию питания, работу пищеблока и соблюдение санитарных правил в школьных столовых проверила муниципальная комиссия города. В составе представителей Роспотребнадзора, комбината школьного питания и родительского комитета. Мне нравится в нашем лицее, что у нас всегда есть горячее питание, то есть оно разнообразное. Каждый день разное меню. Очень большой ассортимент выпечки. Естественно, среднее звено. Дети охотно ее покупают, кушают. На самом деле она очень свежая, вкусная. Не каждый успевает ребенок покушать утром. Это большой, конечно, плюс, что дети имеют такую возможность питаться в школе. То есть имеют возможность получать пищу горячую, полезную, полноценную, здоровую. В течение четырех лет для детей организовано бесплатное горячее питание. У нас в целом у детей снижена заболеваемость болезнями, такими как гастродониты и гастриты. Причем заболеваемость в городе гораздо ниже, чем в области. Такую динамику мы наблюдаем с прошлого года. Это следует за то, что питание организовано правильно и качественно для наших детей. И хочу отметить, что у нас в течение трех лет идет положительная динамика по снижению количества нарушений. В сравнении с прошлыми годами, кстати, три года назад у нас на сегодня качество количества нарушений снизилось в 3-4 раза. Для всех школ Амурской столицы характерно единое меню. Его составляют технологи комбината школьного питания, строго соблюдая баланс, важный для растущих организмов. Наряду с детьми начальных классов бесплатным питанием обеспечивают и другие категории учащихся. Кроме начальной школы у нас питаются ребятки из многодетных семей, из малообеспеченных семей. Также ребята питаются с ОВЗ, у них двухразовое питание. То есть для первой смены ребят с ОВЗ организован завтрак и второй завтрак. Для второй смены ребят с ОВЗ организован обед и полдень. Кроме того, у нас также есть категория детей из семей, где родители так или иначе принимают участие в СВО. Эти детки также питаются бесплатно. Прививать культуру правильного питания следует с ранних лет, чтобы выработать у ребенка безусловную привычку к здоровому образу жизни. В этом отношении крайне важен семейный подход к воспитанию конструктивных взглядов, формирование положительных привычек ребенка. Тот рацион, который предлагается ребятам, конечно же, он должен обсуждаться дома. И сами родители, в семьях обязательно, бабушки и дедушки, есть у нас такая большая просьба, конечно же, должны рассказывать своим внукам, почему в рационе питания, да, каждодневном должен быть и суп, и крупы. И обязательно в неделю в рацион питания должны включаться и рыбные котлеты, и та же морская капуста. У нас, к сожалению, есть проблема именно в этом плане, когда ребята злоупотребляют фастфудами и питанием что-то сладким, чем-то, да, вот только выпечкой. И, конечно же, вот такая просветительская работа будет усилена. В образовательных учреждениях города планируется запустить ряд акций по организации здорового питания. Школьники встретятся с диетологами, специалистами Роспотребнадзора и другими профессионалами, которые подробно расскажут о пользе правильного меню. Кристина Добровольская, Галина Мартынова, Леонид Уткин. Программа «Город».